всем привет хотелось бы сказать пару слов по поводу недавней блокировки телеграма или как это назвали черным понедельником рунета я вообще против любых запретов любых блокировок будь то телеграм другие мессенджеры социальные сети или онлайн gambling потому что это не выход и как любит наша власть говорить что это контр продуктивно мы живем сейчас прекрасной россии хаем постоянно совок и тут же берем и запрещаем то что не можем и не способны понимать хаем 90 и тут же берем за базис во внутренней политики все принципы и схемы которые используются 90-х годах купи подешевле продай подороже дай денег в долг обложи процентами и создай все условия для того чтобы этот долг невозможно было вернуть мы живем в россии ростовщиков разве ничего не напоминает власть себя впитала приемы которые использовали бандиты в 90-х годах только сейчас на этих принципах уже строится наша внутренняя политика чему удивляться когда во власти сидят те парни которые носили малиновые пиджаки несколько десятилетий назад вчера они были составе опг а сегодня они являются замами у губернаторов кстати собянин привет и твоему заму депутаты мэры чиновники всех мастей и они работать по-другому не умеют они как тогда работали пару десятилетий назад так работают и сейчас поэтому не надо ничему удивляться они просто не способны на какие-то другие действия не способны на созидание каждый день по пропагандистским каналам мы слышим что санкции запада в отношении россии они контрпродуктивны а сами вводим санкции против своего же народа как я видел недавно одно из один из постов в интернете что запад и сша ввел санкции против нескольких десятков российских олигархов и чиновников а в ответ на это россия вела санкции против 140 миллионов насти своего населения то есть это как обычно мы вводим санкции против своего народа это блокировки это различные запреты это тарифы акцизы это все новые и новые налоги это ввели этот вонючий говнокомнадзор или говно-роскомнадзор который вообще непонятной организации создавалась скорее всего для кого-то не знаю кошмаривания бизнеса в интернете для того чтобы стать орудием против оппозиции орудием против орудием для продвижения своей пропаганды в интернете то есть ну это совершенно непонятно для меня структура эта власть она не способна к созиданию это власть она не понимает тех кто созидает она не понимает тех кто берет организует предприятие берет какую-то компанию войти сфере там берет какой-то там колхоз или совхоз там и все это развивает она это не понимает потому что это власть не созидание это власть купи продай то есть они закрывают заводы закрывают предприятия, кошмарят бизнес и открывают на месте этих предприятий, которые что-то производили, свои говноцентры, которые вон полыхают как в Кемерово. То есть вся страна усыпана уже в каждой захолустной деревне, наверное уже скоро построят этот торгово-развлекательный центр. Вся экономика строится нашей страны на уровне просто купи-продай. Это страна торгашей. И поэтому власть очень ревностно относится к тем людям, которые пытаются созидать. Ведь они, посмотрите, они не блокируют ни Фейсбуки, ни Твиттеры, ни там различные там другие иностранные. Иностранных мессенджеров их куча на самом деле. Но они чужие. Это всегда. Запад, он всегда создавал продукт, который активно втюхивал в нашей стране. А дуров, он свой. Поэтому его можно и покошмарить. Его можно и прижимать. Ему можно и какие-то там ультиматумы выставить. Если опять снова вернуться к Телеграму, то почему мы не берем пример западных стран? У западных стран тоже есть проблемы с терроризмом. У всех проблем. Все с этими сталкиваются с такими проблемами. На примере Германии, которые тоже власти, они сделали соответствующий тоже запрос к своим владельцам. Там много мессенджеров. И они к своим владельцам мессенджеров тоже делали запросы, что ребята, предоставляйте нам коды для шифрования. И в ответ ребята владельцы мессенджеров сказали, слушайте, госпожа Меркель там и же с ней, идите нахер. И на этом власти успокоились, ну как успокоились, приняли закон, разрешающий им без согласия владельцев мессенджеров взламывать их и читать эту внутреннюю переписку. То есть пошли они своим путем, то есть они пошли путем совершенствования законодательной базы. И сделали это достаточно открыто. Но не путем запретов, не путем каких-то блокировок, которые ну никогда и ни к чему не приведут. Если мы видим успешное предприятие, то мы идем, мы обкладываем его налогами, повышаем тарифы, акцизы, организуем многочисленные проверки. Вместо помощи в развитии мы начинаем топить зарождающиеся производства. Также действовали бандиты и рейдеры в 90-х, как и нынешние власти. Сейчас, если вдруг вашим бизнесом кто-то заинтересовался, то его абсолютно легко и просто отожмут. Это делается посредством кредитов. Банки выдают кредиты и создают все условия для того, чтобы вы не могли этот кредит отдать. А если кто-то сталкивался с кредитами на бизнес, то вы понимаете, как осуществляется залог в этой ситуации, что, например, если вы хотите взять кредит на 20 миллионов рублей, то залог вы оставляете два раза больше, то есть это, допустим, на 40 миллионов рублей у вас будет залога. А так как банк оценивает ваше предприятие и стоимость его по-своему, то ваше предприятие может иметь реальную рыночную стоимость при этом и 80. То есть ваше предприятие, допустим, стоит 80, его обязательно оценит 40, а кредит вам смогут при этом дать на 20. То есть фактически, если кто-то заинтересован в том, чтобы это у вас предприятие увезти, создадут все условия для того, чтобы вы не смогли выплатить этот кредит. И вас заберут предприятие по цене в 20 миллионов. То есть за четверть от его рыночной стоимости. Это власть, это власть паразитов. Они ведут себя абсолютно как паразиты и паразитируют на теле у нашей страны, на теле у всего народа России. Отжать, забрать, украсть. А если вдруг ни одно из этих действий не срабатывает, то нужно обязательно воспользоваться главным рычагом давления. Это запретить. И если сегодня это телеграмм, то завтра мы можем столкнуться с тотальной цензурой, которая коснется всего интернета. И повальные блокировки и запреты могут коснуться гораздо большего количества ресурсов. А объяснение этому, ну, объяснение этому уже придумано. Это борьба с терроризмом. Ведь помните, как власть наша постоянно хайла США за то, что те используют этот предлог как борьбу с терроризмом для решения всех каких-то своих конкретных задач. То есть, будь то атаки и какие-то агрессивные действия на территории других государств, будь то ситуации с тотальной слежкой, которую мы также, кстати, активно осудили. И наш МИД, и наши власти активно осудили. Это ситуация, когда была со Сноуденом. И сейчас мы делаем абсолютно то же самое, за что мы ругали западные страны, за то, что мы ругали западные спецслужбы, АНБ, ЦРУ и властей Соединенных Штатов Америки. То есть, мы в своих глазах уже просто завалы из бревен не видим. И эти завалы из бревен, наверное, создают для нашей власти и для наших политиков, для наших пропагандистских СМИ. Они, наверное, создают фокусировку для этих соринок в глазах других. А именно в глазах тех, кто прежде всего не согласен с действиями, с позицией нашей власти. Потому что у нас уже очень давно стало принято, что если вдруг ты критикуешь власть, если вдруг ты против нынешней власти, против каких-то конкретных ее шагов, действий, политики, будь то внутренней политики, будь то внешней, значит ты против России. Но с какого хера и с каких пор эта власть себя стала ассоциировать с Россией? Почему власть это стала разнокравенства России? Я очень люблю свою родину, я очень люблю свою страну, очень люблю Россию, но я ненавижу эту власть. И я считаю, что это совершенно разные понятия. Не нужно пытаться их сравнивать и ставить между ними знак равенства. Власть это не Россия. И чтобы это понять, достаточно посмотреть на то, как вся эта власть, президент, министры, депутаты, чиновники всех мастей, сотрудники госкорпораций, топ-менеджеры этих госкорпораций, глава Цитробанка Эльвира Сахибзадовна Набиулина, насколько они далеки от народа, насколько они совершенно не понимают того, как на самом деле живет настоящая Россия. То есть во всем, абсолютно во всем и в каждой мелочи. То есть они очень далеко от народа, они не знают, как этот народ живет, не знают, как живет Россия. И я думаю, что они сдохнут за две недели, если им просто создать все условия, в которых сейчас живут наши пенсионеры, наши бюджетники и наши просто люди, которых принято называть рабочим классом. Всем спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии под видео, делитесь этим видео в соцсетях. Всем спасибо, пока и хорошего дня!